Легкоатлеты возвращаются с чемпионата России с наградами. Челябинск готовится к дню физкультурника. А в Казани в это время пловцы борются за медали чемпионата мира. Подробности в нашем обзоре спортивных событий. На чемпионате мира по водным видам спорта Россия прочно закрепилась на второй позиции. У нас 15 медалей, 9 из которых золотые. Накануне Артем Сильченко из Воронежа в копилку нашей национальной сборной положил бронзовую награду. В прыжках в воду с 27-метрового трамплина. А женской сборной по водному полу, в составе которой 4 златоусовские уралочки, к сожалению, не удалось дойти до полуфинала. Завтра спортсменки поборются за седьмое место. А в золотом матче в финале сыграют команды США и Голландии. А на чемпионате России по легкой атлетике спортсмены Челябинской области взяли две золотые и одну серебряную награды. Первое золото завоевал Денис Кудрявцев в беге на 400 метров с барьерами. Ну мощно, как всегда, конечно, бежит Кудрявцев. Явно он впереди. Скоробогать-то на второй позиции. Но здесь вопрос, конечно, о том, кто выйдет в финал, не возникает. Еще одну награду высшего достоинства взял победитель командного чемпионата Европы Валентин Смирнов. В беге на дистанции 1500 метров он пришел первым. Следом за ним финишную черту пересек еще один южноуралец Вячеслав Соколов, забоевавший в итоге серебро. По итогам этих соревнований сформирован состав национальной сборной России, которая в конце августа отправится на чемпионат мира в Пекин. В субботу, в день физкультурника, всероссийский турнир «Оранжевый мяч» соберет в Челябинске более 70 команд. Соревнования по стритболу проводятся ежегодно во всех городах России с целью сделать уличный баскетбол еще популярней. Игры пройдут на Аломполе перед Дворцом пионеров и школьников имени Крупской. Участвовать можно в двух возрастных категориях – до 18 лет и после. Заявки принимаются вплоть до 11 часов утра 8 августа. Игры обещают быть зрелищными. Ульяна Любимова, ОТВ.